Всем привет! Я очень-очень долго засматривалась на эти маркеры. Я сначала думала заказывать мне спиртовые, либо акриловые, но, как вы видите, я заказала акриловые. Потом я думала, подойдут ли мне вообще маркеры, ну, именно этот, как сказать, инструмент для художника, вот, потому что я ни разу ими не рисовала, я не знаю, подойдет мне этот инструмент или нет. Но я все-таки заказала, и давайте я сначала расскажу, как я заказала и как все это происходило. Я сначала заказала, все было нормально, они меня отправили, потом отслеживание, она застопорилась. Я ждала неделю, две, три, я написала в пункт выдачи, типа, где мой заказ и так далее, они сказали, чтобы я написала заявление на, как его, на возврат денежных средств. Мне было очень грустно, я их очень сильно ждала, поэтому я на эмоциях заказала гуашь, вот. Вот, я гуашью тоже вообще незнакома, я очень-очень редко рисовала им, вот я, получается, заказала гуашь, и через две недели мне написали с этой службы доставки, что маркер готов к выдаче. То есть я не знаю, где их, не знаю, прятали, потому что они мне не выдавали вот эти маркеры где-то недели три. Ну вот, короче, в любом случае я их получила, и, получается, у меня есть и маркеры, и гуашь. Видео, где я распаковываю гуашь, будет немного позже, вот. А вот тут я уже пробую, как они наносятся, делаю несколько слоёв, чтобы понять, как они наслаиваются друг над другом и так далее. В принципе, они приятные, мне понравилось. Я ещё очень-очень сильно боялась звука, как она наносится. Вот у фломастеров есть определённый звук, такой звук трения, или как назвать, круче, надеюсь, вы меня поняли. Этот звук мне очень-очень сильно не нравился, очень-очень, до сих пор не нравится. И я очень сильно боялась того, что у вот этих маркеров тоже будет такой же звук. Но, оказывается, нет. Вот. И я этому очень сильно рада. Вот, я уже сейчас пробую нарисовать воду. Я смотрела референс с Пинтереста, первые мои зарисовки маркерами. И получилось, как я думаю, неплохо для первого раза. Но могло бы быть лучше, конечно. Но да ладно. На самом деле, я очень-очень волнуюсь записывать такие аудио, потому что я ни разу такого не делала. Я не знаю, что говорить. У меня мысли путаются. Я запинаюсь. Не знаю. Я стесняюсь. Так что, извините, если я буду как-то путать слова, не знаю, запинаться и так далее. Потому что это мой первый опыт. Вот. В данный момент я вот пробую рисовать траву. Ой, дерево. Я забыла. Я забыла, что я рисовала. Вот. Я пробую рисовать дерево. И тут я поняла то, что мне абсолютно не хватает цветов. Мне нужно больше, намного больше, потому что оттенков зеленого очень-очень мало. И дерево мне не особо понравилось, на самом деле. Сейчас я вам покажу результат. Вот я пытаюсь блики сделать, но цвет не такой, какой я хотела. Короче, да. Такое себе. Короче, да. Ну ладно. К этому моменту я уже рисую ветви. И тут тоже мне не хватает цветов. И тут тоже мне не хватает цветов. Ну, короче. Итог мне не особо понравился. Такое себе, конечно. Кстати, я вот верхний скетч, после того, как закончила снимать, немножко поменяла. Я сделала вот эти белые линии более тоньше. За счет этого скетч получился лучше. Итог мне понравился. Вот я начинаю делать наброски акулы. Решила немножко преэкспериментировать, так скажем. Сейчас я буду рисовать акулу акриловыми маркерами и масляными красками. Первые начинаются акриловые маркеры. Знаете что? Я не хочу особо комментировать то, что я сделала акриловыми маркерами, потому что мне не понравился итог. Вот я ускоряю. Потому что мне действительно совсем-совсем не понравился итог. Не знаю. Посмотрите на эти линии. Они какие-то, не знаю, акула получилась неживой. Она не дышит. Но зато мне понравился итог масляных красок, как я нарисовала. Ну, наверное, потому что масляные краски более привычные мне. Я люблю масло. Я ими рисую, пишу уже года два вроде, или три даже. Ну, не на каждой дне на основе, а просто бывают дни, когда я ими рисую часто. Я люблю этот запах масла. Я люблю запах разбавителя. Давайте я вам скажу свои топ-3 любимых инструмента для рисования. Топ-1, конечно же, это масляные краски. Вот этот топ не буду добавлять карандаши, потому что это база. Они ни в сравнении ни с чем. Вот топ-1 это масляные краски. Топ-2 не знаю на самом деле. Потому что, как я и говорила, я заказала гуашь. Мне нужно попробовать, как она рисуется, понравится мне или нет. Акварелью я очень-очень давно не рисовала. Очень давно, наверное, не знаю, года два, года три в средний раз рисовала. И все, после этого не пробовала. Ну, давайте скажем, топ-2 это акварель. Ну, как-никак этот инструмент мне ближе, чем гуашь, потому что я гуашь вообще очень-очень редко рисовала. Наверное, рисовала только тогда, когда делала плакаты всякие в школьные конкурсы. И это были гуаши, которые очень-очень дешевые. Какие-то самые бюджетные. Вот. Так что, да. Топ-1 масляные краски. Топ-2 акварель. Топ-3 это гуашь. Кстати, я никогда не рисовала акриловыми красками. Как-то и времени не было, чтобы пробовать акрил и особо желания нету, потому что мне нравится масло. То, что оно долго сохнет, то, что я могу поменять сразу же какие-то детали, изменить. Я не собираюсь акрилом пользоваться. Я из тех людей, которым нравится масло. Вы, наверное, уже поняли. У меня, кстати, спрашивали, каким скетчбуком я пользуюсь. У меня скетчбук от Sketchmarker. Эти скетчбуки очень-очень похожи от Art Creation. Они очень-очень похожи. Я не знаю, может, это аналоги. Точно не вдавалось в подробности, но они очень-очень похожи. И мне бумага очень нравится. И цвет, и плотность. Все в нем отлично. Отлично. Еще меня спрашивали, как я подготавливаю бумагу до того, как нанесу масляные краски. Честно, я никак не подготавливаюсь. Ну, у меня есть акриловые грунты, но я им не пользуюсь. Потому что я заказала, я попробовала, и мне не понравилось. Мне не понравился оттенок. Оказывается, на белой бумаге скетч не очень красиво смотрится. Я не знаю, почему. Ну вот, поэтому мне не особо понравилось, если честно. И я довольна. Ну, ты не стараешься. А вот и итог моего маленького эксперимента. Я думаю, все со мной согласны, что масляными красками намного лучше. Акриловые маркеры не то совсем. И я, в принципе, довольна. Я бы могла, наверное, добавить какие-то детали, но что-то как-то мне лень стало. Вот. Всем спасибо за просмотр. Оставьте комментарий какой-нибудь, если хотите. Вот. Всем пока. До скорых встреч.